сегодня 15 июня 2017 года вот что здесь происходит называется курить дерево такая лесопилка юных любителей девочки и мальчики вот ваня работает так хорошо работает лучше чем березки шкурить намного намного лучше быстрее как тебе нож хороший на тихо ночью здравствуй ливия как тебе нравится работа работа нужна а для чего эти колышки делается на тихо ночью что это конкретно еще это будет привет на свои у нас не лады с первым мостиком в прошлом году мы сделали запрудили прорыв примерно там 5 метров это широкий прорыв и теперь перекрыт путь потеряевку а почему просто плотина была вода прибывает и смело нужно сделать как смосни сделать труб таких нету а вода сильно прет я решил сделать так поднять всю носу а потом бундозер чтобы сделал углубление медленно медленно и там через пять лет опять на подъем а вот это место теперь мы будем соманить и сверху камнем носить потому что мелкие камушки вода все вымывает из двух сторон чтобы не размывала вот эти свои наклона вот там когда она наберет где нас и будет эти столь другой стороны и между ними того вы жерди там делали березовый жерди прибить пониже уровня какой там будет и между собой схватки проволочные сделать схватки 3 и теперь можете лететь любая техника любой бульдозер а вода будет все время течь через зато надо бы прибывает там родники она течет и уходит то есть это замысла такие но батюшка сомневается что у нас что-то получится я говорю ничего не делать как прошлом году сделали мы только переехать трактору и поэтому все смело весной прорыв а теперь я все думаю как ну ладно мы нашли это сорное дерево клен твердое дерево вот роман малыш помог нам напереди я так не вижу что так быстро пилили как он первый раз у него будет буквально как будто впереди масло горда порода он говорит это повышенная скорость и человек разбирается о чем что делают и вот привезли ерема нам привез ереме и вот за сейчас мы их поливаем чтобы шкурка это не присохла пока мы закончим вот поливает а потом целлофаново сейчас еще днем ее польют свете какая работа а теперь застрит вот эти он поможет спилить на четыре стороны вот здесь вот но забить такой кувалда намного меньше вес и от веса зависит чуть-чуть только можно а надо глубже иначе там маленько подмой и они освободятся и она я просто опрокинет унесет я подумал так есть такая вот у рыбаков крутят сверлят лед так есть такая для столбов такой вот примерно диаметром то он работает на бензине и придется раздеться туда залезти и в воде и ну в воды то не больше когда пояса и прям вплотную делать а туда вставлять но теперь надо это выпросить барабаш даст вот что мы делаем мужского населения взрослых у нас только один ваня ваня-то сколько тебе лет 15 он большой мужик настоящий боец так ну и поэтому как в израиле мало солдат женщины служат в армии вот видите они сестры вот сзади идет ливия беонида вот смотри как делается вот сейчас ливии надо дать хорошую работу а здесь что а здесь она что-то у меня топорик я пищу которые маленькие вполне я их тесаю чтобы она вот она торчит пищу щек я его этот топорик поехал от тихого океана до атлантического в нашей миссии от особый топор прославленный вот она сейчас я положу ты увидишь как она работает девчонки работает как мужики протрезвясь после 70-летнего удара запоя даже куда положить это ниже чем-то поэтому туда и толстый конец это мы сделали за то чтобы пилить сейчас не знаю как она у него становится нет она опрокидывается ага вот все ливи начинают смотри как она делает люди они профессионально делают некоторые о подожди как я не заметила сейчас она его надробит и дальше пойдет у леонида я там тоже не не обделал не догляда не мой там никогда не видели это работа как реку перекрывают это свой потерявский дни прогресс можно назвать вот теперь у нас в прошлом году у нас роспотребнадзор прижал и пруду нельзя купаться 200 лет назад на следующий год будет 200 лет как купаются приехали нельзя почему нельзя да не почему закрывать лагеря и рубить но мы даже разговаривать не стали еще спорить когда там суды имели полиция прокуратура на той стороне все здесь только один бог и поэтому мы сделали создали по милости божьей новый пруд на нем купается сейчас как раз детский пруд глубина вот дети никто не утонет нищет без всяких коряк ну новая там бульдозер гулял но думаем дано стать дорогой не убил углубить его сразу метр на 4 хотя бы в одном месте чтобы родники пробились и так ваня у тебя что ты на руках то почему держишь я говорю ваня защиту мгновенно повернул ты же не застыл как-то не реагируйте на слова ты же ну неправильно так ну смотри где надо что ему сделать может быть как-то может в другом месте или как не знаю даже не знаю а что если сделать вот сюда вот поставить вот эти убери между этими между этими двумя то может четвери на работать а хозла туда поставить посередке это и на него опирать это все в киеве земли закопанные мы перешли мной формат лагеря нету а то гости приехали так ага посмотри сейчас попробую на ходу у нас будет вот это потом сделайте вот смотри что мы сделаем сейчас я что-то такой полуинвалид натощил у меня здесь тащила есть сегодня шара натощил я 7 пил вручных вот сегодня вам загадка будет в обед сколько так держи-ка вот это убери так мы что-то придумаем чтобы для всех было место рабочее место фронт работ как говорят строители вот это вот за них а шкурить его до той где-то может быть то есть неопределенно так леонида давай сюда смотри что у нас получилось так будешь работать вот это так чтобы друг друга не задевать у нас еще получается слышь вот тебе клади рядом и все и передвигайтесь друг друга так и не задевайте сейчас а топориком там по шибу сучечки в израиле служат все девушки в армии как мальчики потому что народу не хватает а женщина на воинственно вот так это почти что все дальше не надо я сейчас слушать россии не подложить свой так может своими просто У меня топором нет, но я им его не разрешу брать. Конечно, большим топором лучше, но у меня рука не держит. Все. Раз у нас тут пониже, значит толстым концом сюда. Даже это надо учитывать. Все. Мы все просеяли на пару, поработаем. Ага, я же считал. Это у нас колодец. Я вчера ничего не сделал, сейчас положили дерево открытую, чтобы туда щепки не попадали. Вот смотри, сколько она здесь. Мы трое, и вас там трое шесть. Володя привет там закончит, будет семь. Ну и потом дальше у нас могут быть люди. А то уже на такой маленький коллектив семеро занимается ошкуркой, это уже заметно. Когда мы сейчас ошкурим, Роман там продает машину, такая длинная, как Татра или что-то. И должны приехать. У него там что-то надо подделать. Он придет, говорит, делайте. И потом будет их заострять, если все получится. А дальше, когда мы приедем туда, там их отработкой от машин будем просмаливать. Ну и когда он уже все сделает, бульдозер, мы заранее должны заготовить камень. Долбить там брошенный разъезд, все разбалено там. И в крювет столкнулись, крювета каким-то образом поднять, из крювета ямы особые. Ну я посмотрел вчера, провезли меня вплотную к разбитым строениям, нельзя подходить. Там все повисло буквально ни на чем, железобетонные плиты, и вот так висят. Я видел в интернете, там здание рушат, и один снимает. И оттуда падает большой комок, и катится до него, и вся съемка прекратилась. Ну понятно, что если она там не два килограмма, не три, а в тонну, то от него ничего не останется, мокрое место. Понимаешь, если есть неровности, то она же приспосабливается, выдалбливается. Вот, она работает, дай-ка сюда ножик. Это нож переплетный, у него заточка с одной стороны, и не как-то, а вот это мочите своего рода. И вот так, чтобы когда режешь по железу, вот железо сбоку, чтобы ровно, книги обрезать. Переплетный нож, все в рукавичках. Ну насколько возможно, так, смотрите по времени. Работает 45 минут, 15 минут могут идти на качели, спортплощадку, 15 минут. За ними старший робот Ваня Иван Андреевич. У нас председатель колхоза был, Блатов Иван Андреевич. Вот видите как. Того давно нет, а новый Иван Андреевич появился. Притом тот не молился, был коммунист, а этот молится. Ну разница нет. Но мне тот председатель запомнился чем. Меня зачем-то к нему послали. Я не знаю сейчас зачем. Ну, я уже большой был, лет пять было мне. А у него голубка, я заметил, сидит на гнезде. Я говорю, вот как я люблю голубей. И он мне ее отдал. А уж жила она, нет, еще не помню. Все. Вот это вот. Так, красивенько, подожди минуту. Я туда заброшу, а там его положат. Все. Влока, сука, всего тут. Это его можно убрать. На стол его уберешь, чтобы мы его не потеряли. Видишь как, накрываем, мочим, чтобы шкурка эта не присохла за эти дни. Закрываем целлофаном. Но это все надо знать. Молодежь-то еще этого не знает, им подсказывает. Вот все. Дальше работай руками, работай умом, работай без устали ночью и днем. А там уж что будет, то будет пускай так нужен. Работать мы дружно давать. Работать руками, работать умом, работать без устали ночью и днем. Федоров Амулевский, такой был малоизвестный поэт в царское время. Мне очень нравятся эти стихи, что работают. Вот мне не нравится самая отрицательная личность мировой истории для меня Ульянов дворянин Владимир Ильич. Но у него есть такие изречения, которые я повторяю. Меня за это, ну, не то что не уважают, а клеймят попы. Он говорил, наша радость от трудовых успехов, мне это по сердцу. Тем более, если я скажу, никакого значения не имеет. А сошлюсь, когда на него, на людоеда, на этого, на проклятого Богом и людьми человека. Люди прислушаются. А что он имел? Ну, чем больше расстреляете, тем лучше. Как он о священниках говорил. Вот так. Ну, все тогда. О, ножом так не маши. Тебе нужно отодрать другую руку. Возьми, ножом не маши. Поняла, нет? Угу. Тебе трудно будет отвыкнуть от этого. Потому что ты махнула, промахнулась, сама себе глаз выткнешь. Тебе сколько лет? Тринадцать. Тринадцать? Тринадцать. 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 А ты уже ростом больше меня. А почему ты такая большая? Не знаю. Да потому что у тебя папа большой и мама большая. Что там узнать? А возли ей нафиг. Она тоже как тросиночки. Шалаш делали. У Фроси большой навык. Что бы ни делали она везде участвует. Возила, возила камыш? Возила. Возила, возила. Вот так. Но про Ваня я говорить не хочу. Это настоящий, уже опорбившийся мужик. Он семью уже сегодня пропормит. Конечно, смешно люди, которые послушают. Я получаю пенсию 6523 рубля. Это на сегодня. Если я не ошибаюсь, вроде бы сегодня 16... 15 июня 2017 года. Какая-то зарплата. Да дети до обеда у нас работают. Такой у нас всегда порядок. А Ваня после обеда... Я говорю, сколько после обеда ошкуришь? Вот, допустим, я ему сказал там 20 рубля. Он засмеялся, но для меня 20 рубля это деньги. Теперь я высчитаю вот эти делает, которые после обеда он. По сравнению с тем, на определенном у него сотня уже наберется. Для меня сотня это деньги, а для меня тем более. Тем более я делаю это не для себя, но мне охота дать заинтересованность. Дети отдыхают после обеда, а Ваня работает. Он работает после обеда. До обеда это не счетово. Это обязанность. А там дружба. Не служба, в этом дружба. Смотри, с ножом просто лишний раз лучше пропусти. Давай затянем сюда. Видишь, как палили водой, она не дает засохнуть. А вон там облепиха, но она так полугнилая была. И машина шла, там я оттягивала, она лопнула. Мы ее посадили, но она завяла. Почему? Потому что полдня полежала под солнцем, у нее все спеклось. Ума не хватило сразу посадить. А когда уже посадили вечером, она уже умерла. Уже мертвая была. Опыт. А опыта-то не везде хватает. Я об ней не думал даже. Понял, она пропала. А потом подумал, а может оживет облепиха. В такое время сучок ломился. Она распространяется. Размножается-то не от сучка. Видимо, надо с корешками. Ну, мало ли. Бог делает, искусение. Картошка матушки уже взошла. Слава Христа. 15 июля батюшка пришел поглядеть, что мы делаем тут. Не провалитесь. И, кстати, там сзади ножи. Вот можно. Сейчас. Чтобы рассказать, что мы делаем, нужно у тебя перчатку снять. Вот тут постели, где ты сел. Нет, со всех пальцев по очереди. Поднимись, пожалуйста, на тот бокс. Перегонись, вон туда. Я работаю, но парень тут спросил. Сучки обрубаю, а она дальше ножом. Бери, осторожно. Вон туда сядь, чтобы не видно. Тут она порежет тебя. Тут я работаю. Вот смотри. Тут подготовлено. Работает Ливия. Вот, девочки собирают пару. Смотри, как быстро собрали. Куча, так глянь назад. Там работает, он помогает Ваня. Ваня главный у нас тут. Ну и Леонида он отдельно шкурит. Это Никита. Ну а тут, само собой, я главный. Потому что им стараюсь всем обеспечить дать. На эти два любителя собак. Своей собакой командой. Смотри. Это у нас будут сваи. Матюшка, слушай внимательно. Вчера меня Игорь Барабаш повез на разъезд. Ну и там я разрушенное здание и посмотрел. Он туда лезет. Это смерть. Я сразу оттуда вел плит плиты. Вывернутые. Бетонные. И висят на проволочках каких-то. Я в интернете видел, как такое сорвалось. И сразу человека убило. Она покатилась и задавила. Когда мы вошли вокруг, я сказал, не приближайте. Придет время, они оторвутся. И там дальше, которые склады были, они разбиты. Ломами, кувалдами. Вот такие камни. То, что нам надо. Как только освободится Терентий. Да как камни-то здесь где-то у нас навороченные вот есть еще. Здесь-то легче брать. Нет, там лучше камни. Камни, не кирпич. Камни, горные камни. Смотри, она покорябает вас. Не лезьте. Так, уйдите оттуда все. А то ногами она покорябает. О, видите, разбаловали ее. Смотри, рано. Нельзя. Нельзя. Тихо. В тенечек зашла. Я там побыл и сразу сказал. Игорь, сюда батюшку надо руководить. Чтобы ты руководил и смотрел, что там где выбирать, колупать. Мы думаем предварительно два-три самосвала завести камни. Вывалить. А когда уже и наковырять, чтобы в запасе был. Как только буддозер придет и завалит. И начнем мы вот это все делать. Сверху надо это будет. Я на втором мостике работаю. И он эти камни наши вдавит туда. Игнати Тихонович. Посмотри, умеет батюшка шкурить или нет? Я нашел металлический пруд. Это здорово. Знаешь где, положи вон там под лестницей. Молодец. Ну с этой стороны острый, да? Положи там. Да, он с этой стороны острый. Убери в руки. Переплетный нож. У тебя вот такого ножа не найдется, как в тесах большого? Нет. Это шибко удобно. Ну самый удобный нож может быть. Я говорю, батюшка, абсолютно точно он начнет смотреть и покажет какую глибу разбивать и прочее. Я его знаю. Возьмите его с собой. Мы можем сделать это, но сделать намного слабее. Я батюшку знаю. Он подошел с автоматом. Мы его здесь вот шифером кроем. Он подошел. А что вы будете на одном месте? Ну бери шифер. Раз, два, три мы его мигом покрыли. Он практик. Стравитель. И поэтому пренебрегать таким опытом никак нельзя. Сейчас шишки обрубаю. Но остальные тогда уже легче. Все. Придет время. И дружно все работает. У нас в холодильнике квас. Если надо будет. Не заставляй. Так, Роман. А куда гвоздь? Так, подожди. Он на столик положили. А где нашла? Доски лежали старые. Он выпал оттуда. Это мы виноваты. Дети босиком ходят. Босиком-то не надо было выграть. Они укупаются на южном пруду. Понял? Батюшка. Ага. И вот такая глубина, ничто не утонет. А то они на расписках моря. Стоит. Стоит. Он делает, что ему сказано. Ты помнишь, в прошлый раз косу я тебе давал, чтобы ты отделал? Она так и не вернулась ко мне. Не знаю, нет у меня. Как нету? Ну как, мне Константин Королёв из Канады прислал. Я тебе пришёл, а ты в это время что-то делал. Что? Новые-то? Которые... Ну они и лежат завёрнутые так же в картоне. Ну не завёрнутые ручки сделать надо. Я ж я просил. Ну ручки их надо же отбивать. Они такие здоровые. Они и что косить-то вы... Я и ничего не делал. Уже год прошёл. Нам она нужна. Как раз такая. Ну что вы будете делать такой-то? Я говорю сделай. А что определить это мы уже решили. Осторожно. Ну не знаю сейчас. У меня работы полную. Интересно. Я статью подаю. А журналисту эту статью не будет считать не будет. Ну как это не будет? Мы же не дали ещё её. Зачем вы решаете за людей? А статья заняла первое место. Ну. Вот и всё. На конкурс выстрелили. Что вы решаете? Статья и коса десятый номер или шестой. Разница большая. Ну гвозди. Бывает 10, 10 и бывает 100 и 10. Да, да, да. Те коси которые он купил даже здоровый мужик. И только косить на ровном покосе. Где такая ровная трава. Ну ты сделай хотя бы одну. А вам надо здесь шестёрку взять. Да, да, да. Он как у меня сделал. Коротенько мать. Пошла. На днях прислали мне, никого не просил. Вот такая длинная посылка оказалась две косы. Кто прислал даже адреса нет. Вот сейчас они на базаре в магазине везде. Что им посылать? Зачем? А этот корчинского попова то не спрашивали почему он пьяно заехал? Да что мы его поеду я спрашиваю сейчас. Ну может быть кто ты из корчинской спросил. Скажи как у нас человек попал к вам. Да он всегда такой как попал. Он приехал мать поминать. Поехал в магазине ещё бутылку белой водки взял. Да поминался, что сам упоминать можно. Ливи, а ты оттуда его подожди. Вот смотри, я тебе показывал. Да, конечно. Тебе не надо туда. Лиди. Ну ладно. Она сама отошла. А ты сколько времени на это тратишь? Готово. Лиди. Вот она сама задернулась. Завернулась. Ну вот, а дальше тут и так-то нет. Может даже просто ножом подах поворачивать его. Вот это тут. Там у города работал Никита. Володи нету, так я за него. Так ты бы он Тараса научил бы он будет сделать. Там все будет. Ну еще вот так вот ножом читать. Тараса тоже доверить нельзя. Это топором надо. У нас почему, говорит, девчонки работают? А почему в Израиле все девчонки призывную службу несут? С парнями наравне. И они нисколько не хуже в Китае. Играть, Тихонович? У них конкурс маргивает, а у нас как откосить? Оленька там, ты сычок не срезай особую пору. Так подолби, поруби их. Так, простынку убери вот. Ваня, без пяти минут не забудь сказать. Я забыл. Я забыл. Надень. Игорь где-то был, и мы там покупали у него зерно. Он позаконился, а он оказался, который покупал там в партии зерно. Там прислали еще на футболок. Я видел все это. На этих ручках, там тетради. Тетради, семена. Семена. Мы все определили. Футболки перевернуть, здесь краской закрасить. И Жириновского упоминать в молитвах. А посеять добро, вылечить нет, мы не знаем. Дневники, тетради эти еще. А вот все. Ручки. Почему Зюганов не прислал? Где дежадаранту, там коробка дежадаранта. Так это потеряет, по всей стране-то сколько. Вещи, вот о миллионах. Конечно. Ну ему кто-то подсказывает это. Скажет, что, голосовать надо. Готовиться. И кто-то пойдет за ним, скажет, смотри, фуражку купил. Сегодня в четыре часа будет президент на вопрос отвечать. А я каждый день отвечаю на вопросы здесь. Пусть президент к нам приедет и поучится. Вопросы должны отвечать так, чтобы человек, исполняя их, царство небесное получил. А не утробу набил досыто. Ясное дело, что он умный земной человек. Не Давид, не пророк Давид. Иначе бы он отвечал так, как отвечал Давид. С утра буду истреблять нечестивцев, как в Китае. Коррупционеров на стадион, и все кончилось бы. Самая коррупционная страна в мире. А Алтай самая низкооплачиваемая. Нам что он будет отвечать? Сто раз ответит, а ничего и нет. У меня пенсия 6523 рубля. За 35 лет стажа. Нормально? А мне сегодня пишут и там председатель народного какого-то ополчения. Говорит, такую пенсию сегодня это чаевые дают. За то, что обслуживают. Я виноват, чтобы не давали работать? Нет. Вы преследовали верующих. Нигде не давали. Только во вневедомственной охране своего района. Да ладно, там еще оправдалось тем, что там был Власов. Власов политотдел. И он собирал все время милицию, там каждый месяц. Я перед ними выступал, перед офицерами. Так он мужик-то какой, хороший. Сейчас он представитель президента. Представитель президента Российской Федерации. Федеральный инспектор в Алтарском крае. Вот какие люди есть у нас на Алтае. Но он-то тоже ничего не может. Он только следит за тем, чтобы нарушения закона не было. В прошлом году приехал начальник уголовного розыска. Спрашивает зачем. Он меня пытал, не подниму ли я восстание в Потеряевке против Путина. Люблю ли я его. Я говорю, любил бы больше далеко. Мы в одну страну приехали. Забайкалье. Рядом с библиотекарем муж пришел. А вы что привезли? Я говорю, книги. Эх вы. Не книги надо возить. Я говорю, а что же не книги? Это людей просвещать. Не просвещать. Не просвещать. Они просвещенные. Вы автоматы перевозите нам? Я говорю, нет. Тут не пойдет. Мы другие люди. Говори. Мы привезем вам Евангелие. Игнат Тигнович. Игнат Тигнович. Игнат Тигнович. 15 минут вы должны на двор сходить. Попеть. Поиграть. И ровно через 15 минут Ваня вам скажет. Приступить к работе. А не оттуда идти. Потому что, когда идете, это все за отдых считается. Посмотрите. Теперь я сюда разгружаю их. Как же у вас такая. Видите? Это все сваи будут. Они будут забиты. Я что подумал. Забить весной может подмыть. Надо там сверлить отверстие. Вот эта жужжалка. Будешь нам помогать? Не знаю. А? Только в воду надо по пояс залезти. В воде сверлить. А в воде не пойдет. Почему? Ну не пойдет. Не будет. Напробовали? Не пробовали. А что там ил? Ну еще она там выстрелит. Что там выстрелит? Попытка не пытка. Забивать и все она и пойдет. А? Просто забивать и все в ил. Кого там выстрелит с ил? До ила надо в твердую землю уйти. А эти толстые. Во много раз больше вес, чем кувалда. Вот какое дело. Если я прицеп сделал больше, чем машина весит, меня прицеп забросит куда угодно. Смотри, от себя делай. Вы видите, стоят там столбы, был мост. Им уже, я думаю, больше 100 лет они стоят. Да. Больше. Их трогать нельзя. Их не крутили. Их забивали. Они копали их. Летом. Выкопали ямы и поставили. Больше там ничего нет. А до этого их в яме может года два квастили с известью. Их никакая мошка не берет. Я понимаю. По другому никак нельзя было. Но по их мосту ни один бульдозер уже не прошел бы. Он рухнул бы. Они рассчитывали на телегу. Как на телегу? Грузовые машины ходили. Как на телегу? Какие эти машины здесь потеряете? Ну вот ложи пока его. Ну как Иван Латкин ездил? Ну сто лет назад машину потеряете. Ну что ты? Ну мост деревянный был. Мы-то когда жили, деревянный мост был. Здесь. На первом мостике. Ну. Ну был. Мы рассчитывали не на этот. Машины ездили по нему. Ты что? Ну может быть укрепили. Я не знаю. Дело в том, что когда строили. Техники такой большой не было. Их потеряевки. Он идет 17 тонн. Что потеряевки это полуторка была. И она больше весила чем. Машины ходили. Мы должны сделать так, чтобы 200 тонн прошли. Ну вот удастся не удастся это вопрос. Я сказал. Я сказал. Батюшка совсем не верит в это. Он говорит. Я не верю. А вызывает сомнения. Вот так. Смотри. Галиго. Уходи отсюда. Уходи, Ваня. Не торчи около девчонок. Млеет стоит. Ничего не работает. Когда соединил на работе его с девчонкой. Он как ковырком пошел по колофросе. Мимо ее ведра перевернется. А в паре с ней должен работать. Его как ветром надуло. Тут надо еще знать кого с кем в паре ставить. У меня самого ленивого с фросе ставят. Она подвижная. Я не говорю что другие неподвижны. Но так получилось. Чтобы не подумали что. Ух ты. Ух ты. Вот смотри. Какую кущу надо теперь работать. Э-э-э-э. Ты гляди сколько туда у тебя. Ты как фееремия. Задом пятница. С этой стороны вот такое расстояние между столбами. А там ровно 6 метров. И он не может посередке проехать. Он все равно к дереву прижался. Выйди посмотри. Он совершенно задний ход не знает. Он как Витя. Что такое? Дважды заехал. Помял машину два раза уже. В столб врезался. Ну все. Лучше всех задним ходом ходил Вадим Попов. Он что задним что передним. На той же скорости едет. Ваня. И по самой узенькой тропе. Перерыв. 5 минут. Все. Давайте. Успевайте попить. Вренка побежала. Поиграть. А пока они не пойдут. И сходи с ними туда. Зайди попей маленький. Попей ведь. Я не отдыхал еще с утра. Уже в концу идет. Я не привык вообще это отдыхать. Я уже попила. Но попить надо к воску. Так ребята. Попей. Ты босиком ходи. Сапоги резиновые сними. Это ревматизм горимый. Иди посмотри почти на сапоги. Я говорю ты даже не слышишь. Да я снял его. Ленивый оператор. Иди погладь. Иди. Рена моя собачка. Рена собачки моя. Рена. Сидеть. Да кто усидит что это. Старые мы друзья. Ой. 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 Хорошая собачка. Доверяется вам. Клещей то у нее нету здесь по времени. Да красавица. Она чемпиона России. От урагана. Дочка его. По образованию конечно не такая. Но. О. Какая красавица. Это не то что. Она ее может сейчас приучить. Охранять что угодно. А вот эти вот фаски. Которые. Две собаки. Которые собаки. Она не к чему. Только на высадку. Ее нельзя не сидеть. Ее только бегать в упряжке с собаками по северу. Пойдемте ребят. Ребят посидите. Активные. Ты можно и не защитить. Вот ее. Рядом. Ребята. Возьми не очень. Смешливая собака. Смешливая собака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Детишки отдыхают Добавил DimaTorzok 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 Они сами по себе-то еще сырее, они же сырее привезли. Не помешал полить отверг, вот она сохнет порт. Баня сама обделала жердь, она 12 метров, а эта 2 метра, даже не полностью, а метр семьдесят. Ну, беру за 2 метра, ладно. Ну и как подсчитать, как приравнять? Ну, если 2 метра, то получается тех 6, вот этих надо 6, чтобы жереть. Но этот-то толще в два раза, 6 я делю еще пополам примерно, а получается 3. 3 он вот этих сделал, приравнился к той жерде. Насчет той жерде мы договорились. Я еще раз говорю, у меня никогда работники не обижаются. Я самую малую назвал стоимость. Вот так, чтобы делал волны. Дай-ка я попью. А, хорошая вода-то? Ну, батюшка сказал, пока не пить, пока не почистим пол. Ну, она 13 лет колодец был свободный, и могло что-то попасть. Правильно. Последний батюшка нас посетил, а мы нам там выбирать камни на разведе. Я сказал сразу барабашу, если ехать, то брать батюшку. Он какие-то советы батюшка дает, как бы смотрит на ту сторону, что за этим есть. У меня, ну, доверие полное батюшке. И поэтому даже он ничего бы не говорил, а приехал, посмотрел и палецом показал, какую нам лучше брать и долбить. Кувалда там и прочее, раздалбливать. Камень добывать, камень горный. Надо выложить низинку, да и стенки не мешало бы, чтобы не раздуло. Если бы это просто было, ну, обыкновенно. Весной не было бы большой воды, все, мы уже сделали. Вот этого достаточно. Но весной очень сильный паводок, и все размывает. И тут задача усложняется в несколько раз. И нужно сделать так, что там моста нет, и вода что проходила, и машины могли корову проходить. Задачи такой еще не ставили никогда здесь у нас. Как так? Ее прорывает, каждый год прорывает и уносит. Как все приготовим, увезем, привезем там куном грузить. Такая машина, чашка как поднимает. И дальше будет видно. Думаю, что получится. Вот сколько посчитать тут можно было бы. Ну, надо нам 150 примерно, а может быть больше. Ну, если какие большие останутся, на столбы пойдут. Вот у нас лишнего ничего не будет. Еще вот осталось больше половины. Это Роман. Малыш напилил, он практически до обеда, на задние сутки. За один день рабочий. Вот сколько и вот это вот еще. Там с торца покажи, зайди. Сколько их. Кто может посчитать? Давай. Ты выключил? Да. Так. Ну все. Ее может быть и поразрезать бы надо. Она узкие полоски не будет. Ага. Нормально. Так. Все тогда. Сейчас закрывать будут. Ну ты одеяло-то где взял? Вон оно. Вон оно. Военное одеяло. Сейчас закрыть ее, чтобы оно не вешалось. Давайте наоборот развернем. Давай. Давай. Поднимай. Поднимай. На сегодня. О. Ветром. Все. Так. Давай-ка несколько откинем, чтобы не лазить под небо. Штук двадцать можно откинуть. Развернули. Здесь все. Развернули. Развернули. Три. Четыре. Штук двадцать. 8, ну это так, 9, давай дальше. Она сейчас оторвется, ноги приждут. По нему ходить опасно. Не, 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 вот это, сверху. Хорошо, что не по ноге. Вот это наше. Температура, наверное, плюс 37 минимум. Температура, тени плюс 31, плюс 32 где-то. Вот забрось дальше. Вон туда. Только туда забрось, наверное, никуда не пойдет. Там, если выкинуть, можно будет. Ну что, хватит, надо? Хватит, надо. Хватит потом. Хватит. Ну и все. Ну и все. Давай, натягивай там подошвы. С избытком. Я взял. Идем. Нормально. Ну давай. Следующий. Твери я буду мотать. Вот, разматывают они клеенку, кленку. Твери. 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 Чтоб не пропало одеяло. Вот это бы обрезать можно. Твери ножницы, обрежь. Твери. Твери. А нож у вас где? Вон у меня нож лежит. Твери. Тут все равно, добирают, уже надо вырваться будет. Городской житель ничего этого не знает, он едет по дороге и все, а тут и дорогу делает. Столько возни, я уж не говорю о том, что во что это обойдется, личность своего кармана я должен отдать, я знаю, что обойдется то нынче, ну никак не меньше 200 тысяч, если он будет работать 10 дней, поднять платину. Так уже вложено то сколько, полмиллиона рублей, а откуда берете деньги? Да я не беру, дают себе не рубля, вот это, в этом вся история. Так, сейчас закроем и сверху одеяло, потому что вот где прорвано, это не закрыто было, солнце съело. Когда-то так и делали, вон, не съедаем мы солнцем. Да, обрезаем. Ну вот где найти дыру, вот эту, вон где дыра, подырю, обрезай. Обрезай, да? Да, да, конечно, ну ни к чему уже, полностью дыра, обрезай ножом. И ученым дали задание, потому что мировое дно океанов, вот таким вот они, непробиваемым, непромокаемым, гибнут животные, все, чтобы что-то добавьте, чтобы можно было пользоваться и чтобы оно пропадало. Специально, ну и вот они сделали, молодцы, оно теперь все пропадает на солнце, а по-другому нельзя, и судить никуда не надо, когда ты не знаешь ничего еще в этом деле. Видишь, она дырявая, это на солнце было, на солнце окошки закрепляют, ну свет пообивает, на 1 день год не хватает, у меня внутри стоит 20 лет, и как будто новенькая. Да почему? Стекло, видимо, улавливает ультрафиолетовые, там какие, лучи, которые они... Вот, где сейчас делаем, закрываем. А эти, наоборот, надо, чтобы скорее просохли, потому что их надо дезинфицировать. А чем? Ну, чем, отработка и машины, так вот делаем. Так, сверху, Володя, что-то наложить надо. Там, померь где, скорее только. Вот теперь я понимаю, что он, я отбросил. Володю положил, а она под ногами. А я не знаю, зачем он ее положил. А теперь видно, что палками прижать от ветра. И вот, притом мы вот здесь ходим... Ой! Ходим босиком, видишь как, босиком специально. Здесь будем перекрывать? А? Здесь. А вниз пустить никак не дает? Нет. Ну, сколько есть. Ладно, не будем, Володя. А то закрепить надо. Найти здесь где-то рвань и по ней отрезать. Кажется, нашел ее. Нет. Нет, нету. Ну, ладно, заворачивай, здесь его подложи и закрой. А кого самый? А это мы отбросили, чтоб туда не лазить. Сегодня сделать. Все. Давай одеялами. Одеялами прикрываешь. Что прикрываешь? И все это на ходу. А когда я так делал, не делал никогда. Но я вижу, сейчас она отлетает легко. А дальше присохнет ее не взять. Это у меня военные одеяла. Дал мне генерал-полковник Пинков. У меня дружба была с ним. Генерал-полковником. Все скажут, хвалишься. Да. Да есть чем хвалиться-то. Добрый человек. Генерал-полковник. Огромные танковые палатки нам дал. Очень огромные. И мы, как только дождь, у нас принято было так. Кукурузные хлопья дети едят и молятся за дядю Борю. И вот он, Борисом звать, он пострадал ГКЧП. С язвом мы вместе. Нам всегда жалко этих людей. Но мы молились. Вот, посмотри маленькие. Бери, положи. Дальше сам накрывай, я отошел. Слышь, какие воспоминания. Представь себе, детский лагерь был. Сидят дети под этими палатками. Идет дождь барабанит. Дети едят кукурузные хлопья и молятся за дядю Борю. Генерал-полковника. Но вообще, это картина. В этом сдернешь. Прижимай скорее. Прижимай одну из палок вот здесь. Бери. Вот, прижат. Вот. Мы спасаем сейчас салфан. А салфан спасает. Можно вечером снова снять это все. И вот так. Заложи. Ветра нет. Так уж Господь делает. Главное, я к нему один раз только обратился. И он сразу прислал три палатки. Огромные. Но привезли две. Капитан говорит, две довезли. А где одна еще? Ну, они довезли. То есть, куда-то сбагрили. А две дали. И мы молились. Под одной у нас церковь была. Рядом алтарь пристроили. Это в начале девяностых годов. Борис Твинков. Да. Вот такое дело. Дальше начинаем. Вот уже полдня прошло. Никого нет. До обеда тут помогали сестры. А после обеда... Это сегодня интересно получилось. Говорят, что насельников надо 12 или детей. Но я еще мерками старой мерой по лагерю говорю. Детей. Да-ка лагеря-то нету. Ага. Права сестра Галина Александровна Загуляева. Это правильно. Значит, меняем отношения. И женщины, которые приехали, они могут уехать и не побыть на костре. Делаем. Все. То есть, считается, взрослые, кто здесь отдыхает, родители с детьми приехали. Лагеря нету. Нету. И бог его знает, что будет дальше. Ну все. С богом. Можешь пройти в комнату, посмотреть, что там делают дети. Просятся искупаться, но сейчас никак. Только в конце рабочего дня. Ну потихоньку. Обойди вокруг, чтобы не упал. Сходи там. Валенький, что-то у них в прошлом. И там все вокруг. Да, и чем у нас заняты дети? Что делаете? Наш дорогой Поршик. Карандаш подправил. Вы его напугали. У нас порушетиск есть. Вы чем занимаетесь? Ну, что? Самолетики делаешь? Смотрите, как... Ой, Поршутист. Кинш, но у него медаль. У него тоже. А на самом деле это не медаль. Смотрите, Поршутист. Рисуйте. Кого ты тут рисал? Это Поршутист. Блин, это же зон. Кого ты тут рисал? Святой Евангелие. О, ну да. О, куда? Давай, куда? Смотрите, сейчас на голову. О, куда? Да, вот еще один. Ты можешь откнуться? Ц season. Скорость 50, 39, ежедневно, 60, 70, 8, 90, 100, 300, 400, 400. Сними кепку и икона в квартире. вот Владимир Вольфович с умным лицом предлагает обучение в институте мировых цивилизаций как названо это мировых цивилизаций все тут есть ручки тут прислал все здесь есть я так просто сниму тут что происходит вообще так ничего спрашивать не буду может вам еще расскажете картошка чистится ничего такого нету на ужин квас какой-то красный ядреный не квас витамины на вот класс да тут все готовится пища там женская часть не будем пойдем закончим съемку на кресте закончим съемку слава богу а Продолжение следует...